Йоу, салют, друзья! С вами Доггер Блогер. У нас еще одна посылка. Тоже с лошадьми, только на этот раз не Брейер, а Коллекта. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребят, вот мы и добрались до первой лошадки. Я извиняюсь за эту несчастную вилку на фоне. Как многие из вас уже поняли, это новинка Коллекты 21 года. Ну, или 20-го года, я не знаю, как правильнее. К сожалению, я прям так сразу не смогу сказать ее породу, однако это пони. Это я знаю точно. Она не таких уж и больших размеров. Мне нравится, во-первых, ее грива, потому что она покрашена в такой бежевый цвет. Вот. Ну, сама по себе пегая получается. Ну, смотрим, Коллекта, естественно, пишет, что это 20-й год. Вот. Довольно-таки милая девочка, я бы сказала, но маленькая. И еще с некоторых ракурсов она действительно красиво смотрится, хотя мне кажется, что ее голова выглядит маловато по сравнению с телом. Ну, и как мы уже заметили, Коллекта утолщает лошадям ноги. С одной стороны, это делается для того, чтобы они не гнулись, были более устойчивые, но с другой стороны, менее эстетично они выглядят. Вот такая кобылка, тоже пони. Это у нас не новинка, это просто одна из лошадей, которых я хотела приобрести в свою коллекцию. Чубарой Масти. Видите? Такая вот миленькая девочка. Достаточно видно то, что вот она на трех ногах стоит хорошо. Четвертая ножка немножко так вот ее покачивает, но это ничего страшного, потому что на трех ногах она тоже хорошо стоит. Пожем посмотреть на ее мордашку. Вот такая вот. То есть это 2016 год, это получается британская пятнистая пони. Может быть просто британские пони? Ребяточки, посмотрите, какая красотка. Их только-только-только недавно выпустили в продажу. Я увидела ее, и мне она сразу понравилась. Этот хвостик милый. Я так понимаю, эта масть скорее соловая, наверное. То есть это пасо Фина. Вот он, перуанский пасо. И в принципе они похожи. Ну, эта лошадь, она более старая. С 17-го года. Более такая темных оттенков. Такой хорошенький пацан. Мордашка такая прям у него. Красивенький. Белые ножки. Видно дефекты покраски у коллекты. Все равно неплохой такой мальчик. Смотрим на его живот. То есть Марвари просто более худой. Ну и морда разная. Так в принципе и хвосты у них похожи. И ноги у них похожи. Вот такие вот ребятки. Одна из самых долгожданных новинок. Она достаточно легкая. И я ожидала, что она будет потяжелее обычно. Там мы, конечно, вы видели полно в интернете уже фоток с ней. И видео. Но все-таки это должно быть и на моем канале тоже. Просто классная вообще. Я ее вращаю, чтобы вы посмотрели со всех сторон. Это жеребец. Это, точнее, это Мерин. Я думала, это девочка. Это Мерин. Серьезно, ребят. Это тягловая лошадь. Ну и просто обычный тяжеловоз. У них как бы это драфт. Вкусируся. Миленькая такая голубоглазая вообще кошечка. Она маленькая. Или с моим мизинцем сравнивать. На самом деле такой бардак вокруг меня в комнате. Вы не представляете. У меня коробки. Разбросные упаковки. Хорошенький такой котик. Ребят, это что? Это с чем-то? Такая красивая кобыла. Вообще. То есть, она такая толстенькая. Миленькая. У нее нет хвоста. То есть, он действительно обрезан. Не просто подстрижен, а обрезан. Вот тут вот какая-то грязюка у нее есть. Черные ноги. Прям реально красивые черные вот эти вот ноги. Это чалая масть. Достаточно, ну прям практически белая. Достаточно мило раскрашена. Вот эта мордашка. Затемненная. Мне нравится. Вообще. Это у нас новинка 20-го года. Ну, или 19-го. Смотря как считать. И она даже больше, чем вот этот вот мерин с кошкой. То есть, она реально большая. Что ж, ребят. Всех благодарю за просмотр. Я очень рада этим своим новинкам. И всем хорошего дня. Пока. Просто как выглядит моя комната после съемок. Мой суперфон. Вот эти вот коробки. Прекрасно.